с ребятами порешать поэтому супер неожиданно это получилось поэтому это достаточно поздно проходит все таки я обычно вебинары в 8 часов вечера не провожу так этим обычно данил занимается из преподавателей но вот но вот мы здесь и я этому очень-очень рада давайте чуть-чуть внесем контекст контекстов то что происходит а я обязательно сейчас расскажу о себе для тех кто пришел в первый раз а давайте кстати пока проведем небольшую перекличку а кто пришел в первый раз потому что я уже поняла что есть ребята которые пришли с вебинара который у меня занимаются а есть ли кто-то кто вообще не знают кто я что я какой егэ какой фипи какие вообще варианты что вы тут делаете почему в 8 часов вечера вообще учитесь а пока кто-то пишет давайте я вам расскажу вообще по какому поводу мы с вами тут сегодня собрались не знаю честно говоря с чем это связано но я подозреваю что это связано с тем что не было досрочного экзамена в этом году потому что до этого вот 2019 год нет до 2019 год ранее у нас всегда проходил досрочный егэ и после досрочного экзамена на сайте фипи появлялись варианты досрочного экзамена и таким образом можно было понять какого уровня вообще экзамен будет какого уровня задания будет появится ли что-то новое какой уровень сложности это был такой индикатор да вообще то есть мы могли каким-то образом скорректировать свою подготовку в прошлом году и в этом году как вы знаете досрочного экзамена не было и вот в прошлом году впервые выложили на сайте фипи в открытом доступе просто вариант это не демо версия это не не знаю не настоящий экзамен который будет 31 мая это просто какой-то вот просто вариант вариант который составлен составителями егэ который публикуется на сайте фипи то есть это официальные представители скажем так экзамена и нам предлагают его решить и честно говоря в этом году это было абсолютно вообще неожиданно потому что мне кажется уже никто не ожидал в конце концов до май на дворе у нас через месяц экзамен они варианты выкладывают но пожалуйста он появился вот у меня здесь qr-код можно потом перейти скачать посмотреть а сразу хочу сказать что во первых там нет ответов и ответы будут выложены попозже в прошлом году по моему их выложили через две недели а не знаю как вам на мне две недели ждать совсем не хочется я поэтому как только вебинар закончился порешала и тоже сейчас посмотрим что там есть интересного поэтому еще раз если вы случайно сюда зашли мы сейчас будем разбирать вариант егэ который опубликован на сайте фипи там есть варианты по всем предметам которые будут в этом году сдаваться студентами до сдаваться выпускниками вы можете с ними ознакомиться порешать в свободное время хорошо а и еще раз да это все опубликовано на сайте фипи это не я придумала вариант не кто-то другой его придумали составители егэ и любезно с нами вообще поделились а давайте я буквально расскажу паре слов о себе потому что есть новые ребята и как-то невежливо разбирать вариант когда мы даже не познакомились меня зовут тасси фламель вот здесь внизу написано если вдруг забудете поэтому извините пожалуйста обращаться не обязательно можно просто тассе а вот 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 внизу подпись на всякий случай остается я преподаю в школе вебиум химию живу я в москве по образованию я и химик и преподаватель химии окончила я мгу я не хочу считать сколько лет назад но это было в 2017 году посчитайте сами мне кажется что очень давно соответственно химфак мгу дай мне это логично дальше последние несколько лет я занимаюсь исключительно преподаванием в основном подготовка ребят к экзамену удалось даже написать три сборника для подготовки к экзамену и в прошлом году а я впервые выпустила ребят в рамках работы в школе вебиум и в прошлом году вместе с команды нам удалось подготовить 51 стубальника и стубальницу и собственно мы очень за них рады и сегодняшний вебинар он проводится при поддержке вконтакте за что огромное спасибо за то что быстро тоже сориентировались и позволили нам эту трансляцию провести и давайте наверное тогда чуть-чуть к плану нашего сегодняшнего занятия а и так про вариант я уже вам сказала его можно найти на сайте фипи ссылочку qr-код я вам уже дала обязательно потом посмотрите варианты по остальным предметом потому что это будет невероятно полезно этап знакомства мы с вами на самом деле уже преодолели поэтому этот пункт уже можно смело вычеркнуть что мы сделаем дальше дальше я вам покажу ответы на задание первой части еще раз там ответов нет если вы откроете вариант там будет просто вариант там же кстати будет внимание периодическая система и таблицы растворимости если вдруг вы еще до сих пор пользуетесь цветной таблицы менделеева цветной там таблицы растворимости выбрасываете их ну ладно не выбрасывайте отдавайте не знаю младшим братьям сестрам знакомым потому что на экзамене вам не разрешат ей пользоваться на экзамене вам выдадут черно-белые таблички и вам придется работать вместе с ними где взять эти черно-белые таблички они вот как раз есть в этом файлике который вы сможете распечатать по ссылке который я давал раньше обязательно это сделайте у вас есть еще целый месяц обязательно нужно готовиться именно с ней потому что ну там есть свои особенности так вот ответов там нет но вот я прорешала очень надеюсь что я нигде не накосячила потому что в принципе вариант довольно легкий надеюсь что цифры я нигде не перепутала там не знаю вместо единицы не написала двойки и так далее и вот ответ на задание первой части я вам сейчас покажу очень вам советую прорешать сначала самостоятельно а потом свериться с тем что получилось у меня если вдруг вы обнаружите какую-то опечатку ошибку не стесняйтесь пожалуйста пишите в комментариях будем вместе разбираться что где куда и как дальше мы посмотрим на интересные задания первой части всю первую часть разбирать не будем потому что большинство заданий там очень простые комментировать там особо нечего посмотрим только на некоторые которые обычно вызывают больше всего вопросов ну или который по ему мнению это наиболее интересные и дальше мы посмотрим на задание второй части их мы будем решать целиком и полностью вот один маленький технический момент простите я кое-что сделаю потому что мне кажется что я забыла закрыть контакт и теперь он нещадно пикает у вас я вернулась такие вот дела а ну что готовы давайте тогда с вами решать ответы пожалуйста не знаю можете заскринить можете вернуться потом у меня получились вот такие ответы еще раз это мои ответы это ниоткуда я их не взяла у составителей не взяла их на сайте фипи я прорешала вариант и вот у меня получились вот такие вот ответы если у вас вдруг получится что-то другое не стесняйтесь пишите как я уже говорила обязательно вместе с вами обсудим что где куда и как потому что ну я тоже человек времени было невероятно мало я после сложного вебинара возможно где-то могла ошибиться но надеюсь что все-таки опечаток здесь нет и и и и давайте посмотрим на задание который ну еще раз говорю лично мне показались интересными поехали а задание номер три вот сейчас перед вами а на самом деле она вроде бы интересная но уже довольно нам знакома особенно если вы решали этом демо версию решали задание прошлого года если вы вообще занимались и как-то следили за тем что происходит в экзамене то вот такое такая формулировка для вас абсолютно не новость она появилась как раз первый раз в прошлом году и многие ребята немножечко растерялись на экзамене но теперь мы уже все прекрасно знаем что с этим делать итак нам нужно найти такие два элемента которые имеют одинаковую разность между значениями выше и низшей степени окисления и так поехали тут наверно самое простое определить высшую степень окисления низшую степень окисления и посчитать итак у серый высшая степень окисления плюс 6 низшая степень окисления минус 2 самый сложный момент и он не химически сложный он математически сложный 6 минус минус 2 до низшей степени окисления она отрицательная а вам нужно разность найти 6 минус минус 2 получается 8 у У ванадия. Ванадий находится в пятой группе. Высшая степень окисления у него плюс 5. Это металл, соответственно, низшая степень окисления у него 0. Получается 5 минус 0, 5. Магний находится во второй группе. Высшая степень окисления у него 2. Это тоже металл, соответственно, низшая степень окисления у него 0. 2 минус 0, получается 2. алюминий находится в третьей группе высшая степень окисления у него 3 это металл значит низшая степень окисления у него 0 получается 3 минус 0 3 и опять же чуть-чуть нужно напрячь свои математические таланты а водород находится в первой группе и у него высшая степень окисления плюс 1 а низшая степень окисления у него минус 1 1 минус минус 1 получается 2 таким образом одинаковая разность между значениями высшей ниши степени окисления у нас у магния и водорода получается ответ 35 ну кажется что здесь у нас так и было прекрасно дальше следующее задание давайте посмотрим задание номер четыре и такая формулировка тоже получилось впервые вот в прошлом году в чем здесь такая интересность и необычность почему его добавила а возможно если вы решали только старые варианты 2019 год и ранее то вы привыкли что задание в четвертом номере это либо про решетку там про строение либо про связи а вот в прошлом году объединили эти две вещи и спрашивают вас теперь я не знаю там выберите вещества там такого-то строения в которых такие-то связи ну будем делать то что нас просят итак для начала предлагаю выбрать те вещества которые имеют молекулярную кристаллическую решетку оксид меди нет оксиды металлов в низших степенях окисления как правило имеют ионное строение оксид углерода 2 в принципе на молекулярную тянет пропан органика ну кроме каких-то солей действительно имеет в основном молекулярную решетку белый фосфор который p4 имеет молекулярное строение напоминают а красный фосфор черный фосфор они имеют атомное строение не состоит из атомов белый фосфор имеет молекулярное строение и гидроксид натрий собственно как и все гидроксиды металлов опять же в низших степенях окисления имеет ионное строение тоже нам не подходит что у нас остается давайте мы запишем c о пропан вот очень советую вам в четвертом задании максимально насколько вы вообще вам позволяют ваши знания химии разрисовывать структурно потому что если вы просто напишите c3 h6 простите c3 h8 вам это никакой информации о строении не даст а как только вы расписали вот так вы понимаете да что здесь у меня ковалентная обращаю ваше внимание не полярная допись не полярная ковалентная связь образуется между атомами одинаковые электроотрицательностью атомами не металла то за счет общей электронной пары следовательно я ищу связь не металл не металл причем не металл должен быть одинаковый всего вообще два атома и они разные с разной электроотрицательностью тут ковалентная полярная связь но методом исключения остается 3-4 но еще раз да обращаю ваше внимание что что в сложных органических соединениях, там, где больше одного атома углерода, как правило, всегда есть ковалентная неполярная связь углерод-углерод. Получается 3-4, прекрасно большинство и так справились. Простите, сделаю, буду периодически пить, иначе у меня совсем в горле пересохнет. Давайте дальше. Седьмое задание, вот так вот я перескочила. Ну, у меня вот здесь вариант под рукой лежит, я могу чуть-чуть прокомментировать. Ну, в пятом задании, пятое задание очень легкое, там, пероксид, средняя соль и кислая соль. Шестое задание тоже довольно легкое, свойства простого вещества графита. И вот, давайте посмотрим на седьмое, оно на самом деле тоже довольно-таки простое, но все-таки обычно оно вызывает вопросы, тем более, что за него дают целых 2 балла. Итак, нам говорят, что у нас есть, вот тут немножечко такой коварный момент, честно, я сама чуть не попалась, когда решала. Смотрите, раствор Икс, Икс, раствор. Я вам всегда советую обращать внимание на то, вот на эти подсказочки. Сейчас объясню, почему. Так вот, к раствору вещества Икс добавили гидроксид натрия, натрий OH. И что у нас получилось? У нас образовался белый осадок. Прекрасно белый. Дальше нам говорят, что во вторую пробирку у нас есть раствор вещества Икс и туда добавляют тоже натрий OH. И что наблюдают? Сначала образуется белый осадок, а потом он растворяется. Образуется просто раствор. И вот здесь, даже пока еще не начиная решать задание, не анализируя вообще, что у нас есть, я вот сразу могу вычеркнуть гидроксид цинка. Почему? Потому что не можно, не можно, простите, не может у нас быть раствор гидроксида цинка, потому что гидроксид цинка это нерастворимое соединение. Нельзя сделать раствор нерастворимого соединения. Это, ну, оксюморон, да, получается. Привет, русский язык. А, соответственно, у меня уже, да, уже остается всего 4 варианта, это приятно. Дальше я начинаю анализировать. Второводородная кислота, она может реагировать с натрию OH и можно сделать раствор. Ну, собственно, хотя раствор второводородной кислоты это странно, потому что второводородная кислота это, по идее, и так раствор. Ну, ладно, не будем заморачиваться. В любом случае реакция между натрию OH и H2, она протекает без каких-то видимых признаков, поэтому тоже мне не подходит. А силикат калия реагировать с натрию OH вообще не будет. Соответственно, у меня остается 2 варианта ответа, и нужно только понять, какой из них куда. Соответственно, если я возьму нитрат магния, то он при взаимодействии с натрию OH просто даст биолосадок, следовательно, подходит под Х. А сульфат алюминия при взаимодействии с натрию OH действительно сначала даст осадок алюминий OH трижды, и так как это амфотерный гидроксид, в избытке щелочи он растворится. Следовательно, сульфат алюминия очень нам подходит под Игорь. Получается 2,1. Еще раз, почему не подходит силикат калия? Почему не подходит силикат калия? Силикат калия и натрию OH вообще реагировать не будут. Ребят, обмена не будет между ними. Здесь речь про H2-силициум-О3, H2-силициум-О3, там же не может получиться. У вас же калий 2-силициум-О3 и натрий-ОН. То есть должен пойти какой-то обмен. Какой у вас тут обмен получится? Силикат натрий, гидроксид калия? У нас не образуется слабого электролита, реакция вообще не идет. То есть H2-силициум-О3, я не знаю, возможно здесь как-то всплывает, потому что силикат сразу хочется. Но ее же нету просто. Она не может здесь образоваться. Для тех, кто только что к нам присоединился, ребят, мы разбираем официальный вариант FIPI, который выложен в качестве демонстрационного перед экзаменом, чтобы вы могли прорешать и ценить свои силы. Давайте какие-то комментарии по поводу легкости, сложности я в конце дам, если вы не против. А давайте пока продолжим решать. Восьмой номер, да, сразу хочу тоже извиниться. Периодически будут попадаться скрины, просто потому что вебинар готовился буквально за полчаса. То есть там полчаса мне нужно было порешать. Полчаса нужно было подготовить презентацию, потому что, к сожалению, сроки были максимально сжаты. Поэтому это вот так. Кстати, вот восьмое задание довольно-таки легкое, хотя восьмого задания обычно больше всего боятся. Алюминиевый аж трижды белого цвета. Белого цвета. Итак, медь. Медь это что такое? Это у нас металл. Причем интересно, что это металл, который стоит правее водорода. Следовательно, он не может реагировать, например, с обычными кислотами, не окислителями. Поэтому сразу хочется исключить отсюда все варианты, в которых есть какие-то кислоты, не окислители. Ну, например, вариант один, да, потому что кремниевая кислота, она, кстати, еще и нерастворимая. Вариант два, потому что здесь есть аж хлорораствор, тоже, да, с ним реагировать не будет. Дальше. Медь, она не реагирует с щелочами, поэтому вариант четыре мне тоже не подходит. Ну, и в пятом очень прям сильно выбивается метан. Кстати, сразу вообще, глядя на вещества, которые нам тут предлагают, я могу сказать, что с метаном не будет реагировать ни одной из них. Поэтому вариант ответа пять вообще можем исключить, даже на него не смотреть, чтобы он не отвлекал наше вообще внимание. Потому что, ну, посмотрите, никто из них с метаном реагировать не будет вообще. Ну, нет, никак. Следовательно, для меди у меня остается вариант ответа номер три. Действительно, тут у меня как раз кислоты окислителей и кислород с кислородом медь прекрасно реагирует, поэтому неудивительно. Хорошо. Да, вот как раз то, о чем я говорила. Простите, пожалуйста. Купрум-О. Оксид. Ну, про классификацию Купрум-О такой немножечко интересный момент. Но, как правило, в школьном курсе его обзывают основным. Ну, и, по крайней мере, действительно он реагирует, ну, в основном, как основные оксиды. Поэтому давайте тоже отнесем его к основным. А хочется сразу, вообще, когда вы видите основные оксиды, сразу хочется искать что-то противоположное. Кислоты, кислотные оксиды. И вот здесь сразу в глаза бросается вариант ответа номер два. Вариант ответа три мне не нравится из-за кислорода, потому что Купрум-О это самый окисленный оксид меди. То есть нет другого оксида меди, в котором у меди была бы более высокая степень окисления. Поэтому окислять кислородом, ну, просто некуда. Следовательно, остается вариант ответа номер два. И сразу хочу сказать, что оксиды, особенно основные оксиды, они не реагируют с солями. То есть, например, у кислотных оксидов, ну, силициума-2, СО2, ну, там какие-то частные, да, истории. Там амфотерные, например, тоже могут реагировать с солями, и то не всеми. Но все-таки в большинстве своем оксиды с солями, как правило, не вступают во взаимодействие. Ферру-Муаш трижды. Ферру-Муаш трижды это амфотерный гидроксид. Следовательно, тоже в первую очередь ищу что-то кислотное. Причем ищу какие-то сильные кислоты из-за того, что это нерастворимый гидроксид. Еще и трехзарядный металл спрятан. Желательно что-то посильнее искать. Сразу отметаем все варианты, где есть соли. Почему? Потому что соли реагируют только с растворимыми основаниями, то есть только с щелочами. У нас, да, главное условие взаимодействия с солей и основанием, что оба должны быть растворимы реагента. Соответственно, вариант ответа 4, вариант ответа 1 сразу категорически здесь исключается, потому что тут в основном соли. Ну и здесь тоже смотрю вариант ответа 2, вариант ответа 3. А 3 мне не нравится, опять же, по той же самой причине. Мы знаем, что максимальная степень окисления железа это плюс 6, не плюс 3. Но ферраты, они, кстати, ну я не знаю, могут ли они встретиться в экзамене, но какие-то реакции, по крайней мере, с получением ферратов мы рассматриваем. И знать, что ферраты существуют обязательно нужно, да, давайте я на всякий случай напомню, ферма 4 с зарядом 2 минус. Соответственно, калий 2, ферма 4, например, натрий 2, ферма 4. А почему напоминаю вам про это? Потому что в прошлом году, как раз в третьем задании, были подобные вопросы. Но получить, например, такферрат или, в принципе, окислить ферму аж трижды как-то просто кислородом не получится. Поэтому нет, с кислородом реагировать он не будет. Опять же, вариант ответа 2. И что у меня остается? Остается наш 4-хлор. Здесь мы уже вдоль и поперек изучили на самом деле все, что только можно. И наш 4-хлор с кислотами не будет реагировать. Почему? Потому что здесь у меня зашифрован анион сильной кислоты. А когда соли реагируют с кислотами, мне нужно, чтобы получившаяся кислота, то есть, ну, в данном случае аж-хлор, была сильно слабее, чем та, которая в реакцию уступает. Но аж-хлор это сильная кислота. И подобрать что-то, что будет гораздо сильнее, чем аж-хлор, сложновато. Особенно в рамках школьного курса. Поэтому все варианты с кислотами я здесь категорически исключаю. И остается тогда вариант ответа 4. Здесь хочу вам напомнить про не то чтобы очень интересную реакцию, но почему-то она многих ставит в тупик, да, что соли могут реагировать, соли, точнее аммониевые, могут реагировать со щелочами. И, следовательно, у вас что получается? У вас получается гидроксид аммония, который распадается на NH3 и водичку. И вот это слабый электролит у вас образуется, поэтому все в порядке, реакция идет. И, кстати, абсолютно аналогично реагируют соли аминов. Вспоминаем органику. Да, соли аминов тоже реагируют с щелочами ровно по такому же принципу. И там получается как раз амин в качестве слабого электролита, поэтому заодно и органику вспомнили. Давайте дальше. Девятое задание не стало включать, потому что, по-моему, уже сто раз такое было. Там опять СО2 и кальцию аж дважды в различных соотношениях. То есть это задание, по-моему, оно кочует уже из демки в демку, из демки потом в какой-то вариант. Ну, то есть реально вот девятое задание, такие взаимодействия, ну, уже миллион раз видели, поэтому я решил не останавливаться. Десятое. Максимально простая цепочка. Просто, чтобы вы понимали, в десятом номере одна из реакций это натрий плюс ЙО2. Ну, если вы только даже начали изучать неорганику, там, только начали изучать химию элементов, ну, натрий плюс ЙО2, ну, правда, ну, мне кажется, это, знаете, даже как оскорбление звучит. Что касается одиннадцатого номера, тут скорее не сложная, а, знаете, такая ловушка на внимательность, потому что они дали анилин, аланин. Вот это, знаете, любимая путаница анилина, господи, анилина, ланин. Еще бы, знаете, дали тулол и кумол, потому что, ну, тоже, да, иногда кумол и ксилол тоже часто путают. То есть нас просят сказать, к какому классу относится анилин, это, соответственно, анины, к какому классу относится аланин, это, соответственно, аминокислоты, и к какому классу относится ацетон. Ребят, ацетон! Поэтому одиннадцатое задание норм. Двенадцатый номер, давайте посмотрим. Оно тоже несложное на самом деле, просто мне показалось, знаете, немножечко, наверное, ну, не то чтобы необычным, чуть более интересным, чем обычно, что тут дали такие соединения, в которых в качестве заместителя используются какие-то другие вещи, кроме как алкильных радикалов. Ну, например, смотрите, допустим, в четвертом номере, почему-то у меня здесь зеленый цвет, не хочу писать зеленым, простите, хочу писать белым. Так, пам, пам, это я рисую 1,2-диброматен. Ну, чуть-чуть такой необычный вариант, потому что мы, знаете, как-то привыкли, наверное, что цистранс изомерей, геометрические изомеры могут быть у каких-то там бутенов и дальше, 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 и забываем, что в принципе у каких-то производных этилена тоже могут быть геометрические изомеры. Почему? Потому что вот, собственно, у меня два атома углерода при двойной связи, и у каждого из этих двух атомов углерода разные заместители. Один заместитель водород, один заместитель бром. Поэтому все в порядке, как бы мне есть разница, как они будут располагаться относительно плоскости двойной связи, поэтому, естественно, там цистранс изомерей будет, поэтому 4 здесь абсолютно точно подходит. Ну, и бутен 2, бутен 2, мне кажется, это просто классика, потому что обычно, когда объясняют вообще цистранс изомерей в волкенах, обычно объясняют ее на примере бутена, потому что, ну вот это, ну серьезно, это вот прям классика, классика. Сразу вспоминается там цист коридзе, транс коридзе, если вы не знаете эту фишечку, надо было добавить что-то, я, ну, говорю, в торопях делала, очень многое не успела сделать, что, возможно, нужно было. Короче, если вы не знаете про цист коридзе, транс коридзе, обязательно посмотрите, это очень классная штука, сразу запомните, кто где цист изомер, кто транс изомер, это прям классная штука. Ну, давайте, ладно, раз уж мы взялись за это задание, давайте все нарисуем. Соответственно, вот у этих товарищей есть цистранс изомеры, потому что, еще раз говорю, у них по 2 атома углерода при двойной связи, и у каждого из этих двух атомов углерода есть заместители два разных. 1,1-диброматен давайте нарисуем, давайте я другим цветом нарисую тех, кто нам не подходит. Давайте их красным нарисую. Посмотрите, 1,1, ну, чуть-чуть, конечно, не так, как это должно быть. Посмотрите, вроде двойная связь есть, вроде углерода при двойной связи есть, но у этих углеродов одинаковые заместители. Ну, потому что, и даже, как бы, если я, ну, поменяю местами бромы и водороды, ничего, как бы, не изменится. Никакой геометрической изомерить здесь быть не может. Вот N1, да, что это такое? Вот у меня двойная связь. Ой. Вот. И, соответственно, у меня, опять же, у углерода два одинаковых заместителя. Вот у этого углерода, который второй, заместители разные. Один заместитель это этил, второй заместитель это водород. А вот у первого углерода два одинаковых заместителя водорода, поэтому цис-трансозамерение невозможно. И 2,3-дибромпропен. Давайте посмотрим на него. Так. Так. 1, 2, 3. Здесь такая небольшая ловушечка на то, насколько вы аккуратно сможете нарисовать вообще штуку. Потому что здесь в чем подвох? В том, что наверняка многие из вас расположили бы бромы при двойной связи. А на самом деле нет. У вас же при первом атоме углерода двойная связь, потому что двойная связь более старший для номенклатуры, чем галогены в качестве заместителей. И, соответственно, у вас получается, что бромы, они находятся чуть-чуть дальше. И вот у вас опять у первого атома углерода одинаковые заместители, одинаковые водороды. Поэтому у него тоже цис-трансозамерение быть не может. Прекрасно. Давайте дальше. След, ну, на самом деле, почему-то процесс трансозамера это всегда самое такое обсуждаемое задание. Мне кажется, сколько бы я не вообще проводила какие-либо разборы вариантов, постоянно процесс трансозамера возникает больше всего вопросов. Ну, потому что здесь чуть-чуть немного, наверное, пространственного изображения надо, воображение напрячь. Хорошо, давайте следующее задание. Мне вот, ну, чуть-чуть таким интересным показалось. Смотрите. Нам говорят, что нужно выбрать два вещества, при взаимодействии каждого из которых с избытком раствора брома образуется вещество состава С4H8-бром-2. Первое, на что мы обращаем внимание, на то, что у нас есть 4 атома углерода в конечном продукте. И тут, если мы вообще вспомним, как любые вообще соединения реагируют с бромом, мы вспоминаем, что уменьшение количества углеродов там не происходит. То есть у нас бром может замещать, например, в алканах или там в бензольное кольцо. Бром может присоединяться, но количество углеродов от этого 100% не меняется. Поэтому, например, варианты 2-метилбутен я вообще сразу исключаю, потому что в нем 5 атомов углерода. Я даже проверять не буду, даже думать не буду, как к нему может присоединиться бром. Остальные, окей, давайте распишем. Потому что у них по 4, ну, теоретически они могут подходить. Итак, опять же, если я возьму бром и присоединю к нему, он присоединится по двойной связи, и у меня останется действительно 4 углерода, у меня будет 2 брома, и получится 8 водородов. Все в порядке, метилпропен подходит. Бутадиена 1-3, если я нарисую, что у меня получится. У Бутадиена 1-3 2 пи-связи, а бром будет присоединяться именно по пи-связям. Соответственно, если максимальное количество брома присоединится сюда, сюда, сюда и сюда, то присоединится 4 брома, потому что речь идет, посмотрите, про избыток. Будет 4 брома, поэтому не подходит. То есть, да, углеродов будет 4 тоже, но и брома будет 4, а нам нужно 2. Абсолютно такая же история у Бутина, потому что у него тоже 2 пи-связи, пусть они и располагаются между только двумя атомами углерода, да, то есть это СП-гибридизация. Но опять же, да, если я по двум пи-связям присоединю избыток брома, у меня получится всего 4 брома в продукте, и это, опять же, мне не подходит. А вот метилциклопропан, вот тут вот аккуратненько нарисую, напоминаю, что маленькие циклы могут реагировать с галогенами, с разрывом цикла, то есть к ним происходит присоединение, незамещение, галоген будет присоединяться, и будет происходить разрыв цикла. Поэтому действительно будет 4 углерода, будет сколько там, 8 водородов, и будет 2 брома, все в порядке. Соответственно, правильный ответ 2,5. Классно, едем дальше. Следующее задание, 13, нет, 14, следующее задание. Тут было про взаимодействие веществ с водородом, и там тоже довольно очевидно, там, естественно, кислород, содержащий соединения. Тут просто хочется вам напомнить, что с водородом из кислород, содержащих соединений, именно по их каких-то функциональным группам, могут реагировать кто альдегиды, кетоны, они могут гидрироваться. Ну, если вдруг у вас есть какие-то непредельные кислоты, то они, естественно, могут гидрироваться, и у вас может гидрироваться фенолопроизводный, вообще фенола, именно по кольцу. Тут ответ как раз и есть, альдегид и фенол. 15 задание очень простое, с чем реагирует аминоуксусная кислота, и варианты ответа кислота и щелочь. Напоминаю, что аминокислоты, они, ну, скажем так, амфотерные соединения, потому что у них есть карбоксильная группа и есть аминогруппа, и они могут реагировать и по той, и по другой. По карбоксу группе они реагируют и проявляют кислотные свойства, по аминогруппе они реагируют и проявляют основные свойства, поэтому все в порядке. 16 задание не стало добавлять, ну, не знаю, это такой тоже мой субъективный чуть-чуть момент, мне кажется, оно тоже довольно простое, там кучеров, там получение алкена дегалогенирования с помощью цинка, да, когда у вас два галогена, вы вводите цинк, у вас галогены отрываются, образуется двойная связь. И дальше там две реакции, это взаимодействие тоже галоген производных с щелочью водной, и там, соответственно, спирт образуется и кетон, ну, то есть тоже такая довольно простая штука. Это на самом деле тоже довольно простая штука, здесь у нас что такое, тут у нас взаимодействие с ажбром всех вот этих товарищей. Я это добавила исключительно для того, чтобы напомнить вам, что спирты могут реагировать с галоген водородами, то есть именно с галоген водородами, не с кислотами, то есть, например, с соляной кислотой, там какой-то, ну, бромоводородной кислотой и так далее, и так далее. С кислотами они не реагируют, то есть, если вы возьмете, например, изопропанол, возьмете соляную кислоту, реакция не пойдет. С хлороводородом, с бромоводородом реакция пойдет, происходит замещение OH-группы на соответствующий галоген, и, соответственно, вот этиленгликоль и изопропанол, как раз представители здесь спиртов, один двухатомный, ну, очень многоатомный, второй одноатомный, они, пожалуйста, будут реагировать, соответственно, с замещением. Этиленгликоль, да, это у меня вот такая вот штука, при взаимодействии с H-бром у меня будет, давайте я, наверное, запишу, что получается, CH2, CH2, бром, бром, и, соответственно, водичка. Спрашивают, обратима или это реакция? Могу ошибиться, но, по-моему, она обратима, по крайней мере, те источники, в которых я смотрела, они говорят о том, что это реакция обратима. Еще раз, да, проводится именно, то есть в качестве газа. Так, ну и, соответственно, да, это будет 1-2-ди-брометан, у изопропанола, у него OH-группа находится по серединке, соответственно, замещаться тоже будет она, и получается, это будет 2-бромпропан. Ацетат, аммония даст нам уксусную кислоту, и здесь тоже часто очень путают этилаты, там, пропилаты, и, например, этануаты. Этануат – это соль уксусной кислоты, ну, вообще, это соли карбоновых кислот. Этилат – это соль кого? Этилат натрия – это вот такая штука, это соль этилового спирта, это соль спиртов. Не забываем, что, тьфу, господи, спирты, простите, проявляют кислотные свойства. Они тоже могут реагировать, например, с металлами, тоже может замещаться в них водород, и, соответственно, мы можем соль их гидролизовать, либо можем вводить какие-то кислоты и получать обратно спирт. Это действительно вот такая частая путаница. Этилат натрия, пожалуй, единственное, что здесь может запутать, ну, даже если вы с этилатом натрия ответите неверно, то в любом случае один балл вы 100% получите, потому что за это задание дают максимально 2 балла. А вот это задание, ну, чуть-чуть такое оно на подумать. Смотрите, такая вот цепочка, не указаны никакие вещества, реагенты, нужно только понять, что же здесь в промежутке. Итак, смотрите, у нас метан, что-то, 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 и C6H12. C6H12 это, ну, в принципе, мы не знаем, что это такое, это может быть либо алкен, либо это может быть циклоалкан. И здесь, возможно, у кого-то, ну, не знаю, щелкает в голове, потому что это довольно типичная такая штука. Вот, например, мы с ребятами в основе очень много решали цепочек в какой-то момент, там, где нужно было что-то синтезировать сложно из какого-то простого вещества. И там вот эта вот цепочка, когда у тебя идет метан, ацетилен, да, там полутора тысяч градусов, и потом бензол с помощью реакции Зелинского. Мне кажется, это настолько вообще прочно въелось в голову, что тут даже ты не задумываешься о том, что же еще это может быть. И, соответственно, потом мы бензолгидрируем и получаем циклогексан. Поэтому, что у нас здесь? 4 это Х и 1 это 3. Вот, тут на самом деле можно сразу, например, поисключать тулол, потому что он никак сюда не подойдет, у него 7 атомов углерода, он, ну, никак абсолютно, да, сюда не вклинивается. Ну, а дальше я бы, наверное, посоветовала написать, наверное, формулы этих соединений, если вы не очень, как бы, знаете, как эти процессы происходят, и попробовать как-то пофантазировать. Как только вы нарисуете, вам станет понятно, что под 1 100% должен скрываться бензол, потому что, ну, ни из чего другого не получится вот так вот сразу по щелчку получить 6 атомов углерода, еще и непредельное соединение. То есть, это по-любому нужно было прогидрировать бензол. Ну, а дальше как раз вспомнить про реакцию Зелинского, обязательно реакцию Зелинского нужно знать в том числе, и что происходит, например, при триммеризации пропина, да, там мезотилен получается, получается 1, 3, 5, 3 метилобензол, так что обязательно. Хорошо, следующее задание, 19 и 20 добавила тоже, почему? Потому что, ну, это такой немножечко новый формат, напоминаю, что с этого года в 19, это 19 номер, и 20 задание, количество ответов не зафиксировано, и вам нужно выбрать все правильные ответы. То есть, вы не знаете, сколько правильных ответов, это может быть и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, ну, в теории. Сколько, вы узнаете только, когда получите результаты. Поэтому читаем и решаем. За это 1-2 балла, спрашивает Даша, не знаю, про какой номер идет речь, за 19 номер дают 1 балл, за предыдущий номер тоже дают 1 балл. Итак, нам нужно выбрать все вещества, взаимодействие которых с гидроксидом натрия является реакцией нейтрализации. Вот как раз на вебинаре, который был во вторник, составители говорили о том, что вот реакции нейтрализации, они считают любую реакцию, любого основания, даже нерастворимого, с любой кислотой. Вот это такая была, знаете, хорошая, возможно, подсказка, потому что, ну, немножечко разнятся определения, разнятся мнения на этот счет, любое основание, плюс любая кислота. Ну, основание у нас есть, даже не любое, а целая щелочь. Ищем кислоту. Серная кислота и сероводород. Меня, честно, когда я решала, немножечко напряг сероводород, потому что, ну, наверное, все-таки сероводородная кислота как-то здесь более уместна, но все-таки я бы ответила 1-3 в качестве ответа. Так, а если было бы сказано, раствор оксида серы подходила ли бы цифра 2? Я бы отметила, наверное, да, потому что раствор оксида серы или оксида углерода 4, да, в... А, стоп! А, здесь оксид серы 6, кстати. Но, возможно, речь, наверное, Андрей спрашивает про оксид серы 4. То есть мы с тобой чуть-чуть не туда, да, посмотрели, это 6. А если бы это был оксид серы 4 в воде, я бы, наверное, ответила, да, потому что это все-таки, ну, сернистая кислота, по большому счету. Самира с этого года за 10-е и 18-е задания дают по 1 баллу, не по 2. И 20-е тоже давайте посмотрим. Здесь может быть количество ответов любым. Давайте прочитаем. Нам нужно выбрать такие вещества, которые при взаимодействии с концентрированной азотной кислотой не будут менять скорость при изменении давления. Напоминаю, что изменение давления оказывает влияние только на те реакции, в которых у нас есть газы. Следовательно, ищу те варианты, в которых у меня действительно есть газы. Оксид серы 4 реагирует с азотной кислотой, потому что серы может вырастать до плюс 6. И оксид серы это газ. Следовательно, у меня действительно может это зависеть от давления. Сероводород опять же, серы из минус 2 тоже может быть восстановителем. И тоже это естественно газ, поэтому тоже может влиять. И фосфин. Фосфин это тоже газ. Фосфин тоже может реагировать с концентрированной азотной кислотой. И это тоже будет газ. Следовательно, тоже будет на меня влияние. 2, 4, 5. Вот три варианта ответа. Смотрите, сколько вариантов ответа будет, я не знаю. Мне почему-то кажется, но это исключительно вот мое мнение, я не составитель экзамена и ни подобных каких комментариев они не давали, но мне почему-то кажется, что в 19 и 20 номере не может быть один правильный ответ и не может быть 5 правильных ответов. Мне кажется, что это все-таки будет 2, 3, 4. Вот. Ну, еще раз, это вот исключительно вот, ну, не знаю, предчувствие какое-то, можете так назвать. Хорошо, 24 номер на самом деле супер классический, потому что таких номеров очень много в различных сборниках. Я не знаю, наверняка вы видели, решали. Гидролиз сложного эфира, который, кстати, катализируется кислотой, и у нас происходит образование карбоновой кислоты и спирта. Ну, поехали. Повышение температуры смещает равновесие всегда в сторону эндотермической реакции. В данном случае это реакция прямая. Добавление твердой щелочи. Твердая щелочь, вообще, кстати, все у нас жидкое, то есть, ну, реакция происходит в какой-то околожидкой, да, то есть у нас, ну, вода есть, не знаю, жидкость, то есть у нас определенно какой-то раствор. Если мы добавим щелочь, щелочь будет реагировать с кислотой, ну, с кислотой, в смысле, с карбоновой, да, кислотой, будет уменьшать ее количество, следовательно, система будет пытаться восполнить недостаток кислоты, будет активизироваться тот процесс, который ведет к синтезу этой кислоты. То есть, опять же, будет в сторону прямой реакции. Добавление воды. Воды здесь у нас реагент. Все очень просто. Ее становится много, система пытается израсходовать ту воду, которая стала вдруг лишней, активизируется прямой процесс. И понижение давления никак не смещает равновесие, потому что, обращаем внимание на агрегатное состояние, у нас здесь газов нет, так как у нас, еще раз, да, изменение давления оказывает влияние только на те реакции, в которых есть газы, а тут их нет, соответственно, здесь, ну, ничего не будет происходить. Давайте порешаем задачки. Это 27, 28, 29. Я не стала добавлять 25, 26. Мне показалось, что они тоже довольно-таки стандартные. В 25-м там органика. Ну, обязательно, конечно, сами посмотрите, но вот ничего, короче, интересного нет. Вот, 26-й просто тоже классика. Область применения, анилиноцитилентулол, но тоже такое ощущение, что вот, ну, просто кочуют из какой-то демки в демку. Вот. А давайте посмотрим 27, 28, 29. Несмотря на то, что они здесь тоже несложны, но так как все-таки решение задач обычно вызывает какие-то вопросы, давайте попробуем решить. Итак, у нас есть раствор сульфата меди. Раствор сульфата меди, давайте я его назову вот так, 12-процентный. К этому раствору мы добавляем 10 граммов соли, и у нас получается новый раствор, в котором концентрация будет уже 18%. 18%. А здесь такой момент. Ну, опять же, эту задачу можно решать абсолютно по-разному. Я предлагаю свой вариант, вы можете решать по-другому. Я бы обозначила количество раствора, массу, точнее, простите, раствора через x грамм. Тогда масса раствора после добавления соли станет какой? x плюс 10. Почему? Потому что масса раствора увеличилась на 10 граммов. Масса воды, обращаю ваше внимание, здесь не изменилась. То есть у нас как было, сколько-то там, ну, из головы цифру беру 100 граммов, так 100 граммов и осталось. Поэтому я предлагаю считать по воде. То есть масса воды не изменилась. Поэтому я предлагаю посчитать массу воды в первой. То есть это будет 0,88x. Почему 0,88? Потому что если соли 12%, значит воды 100% минус 12. 88. И здесь масса воды чему будет равна? 0,82 умножить на x плюс 10. Опять же, почему 0,82? Потому что 18% соли, 100 минус 18, это будет 82. И это как раз концентрация воды. И еще раз, да, масса воды никак не поменялась. Поэтому я могу эти штуки приравнять. 0,88x равняется 0,82 на x плюс 10. И решить это уравнение вроде бы не очень сложно. У меня получилось 136, там, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Нас просят указать ответ с точностью до десятых. Следовательно, я указываю 136, 7. Следующее. 28 номер. Вообще легчайшая. Классическая реакция на термохимию. Дана реакция. Дано количество теплоты на моль, да, там, например, нитрита аммония. И нас просят сказать, а сколько теплоты выделится, если я возьму какое-то другое количество. То есть мы ищем просто количество, и наш 4, и на 2. Получается, это 51,2. Подсматриваю в свои... А, ага. Подсматриваю я в свои расчеты. Я уже сразу ответ записала. Значит, 14 плюс 4. Плюс 14, плюс 32. 64. У меня получилось 0,08. И, следовательно, да, я составляю пропорцию, что у меня количество NH4, NO2 поделить на единичку. Почему на единичку? Потому что перед ней стоит коэффициент единичка. Равняется вот как раз х, который мы ищем, поделить на 316. То есть все, что вам дано по уравнению реакции, идет всегда у вас в знаменателе. А это мы нашли, это 0,8. Тогда х равен чему? 316 умножить на 0,8. То есть вот это у меня есть 0,8. И тогда что получается? У меня получилось 252,8. Это ровно. И меня просят указать точностью до десятых. Значит, в ответе так и пишу. 252,8. Вот. И последняя задача тоже довольно легкая. Тоже прям такая классическая. Здесь у нас реакция карбидокальция с водой. И получается, что должен получиться гидроксид кальция и должен получиться ацетилен. Самое главное в этой задаче не забыть уравнять. Потому что в любой задаче главное... Вообще, в принципе, ваш девиз на ЕГЭ должен быть не забыть расставить коэффициенты. Потому что чаще всего ребята, которые решают на очень высокие баллы, они баллы теряют на таких мелочах, как коэффициенты. Потому что эксперт просто не имеет права вам поставить какой-то... Ну, то есть, не заметить этого не может. Даже если ему очень захочется. Итак, ищу количество карбидокальция. Для этого мне что нужно сделать? Мне нужно 48 поделить на сколько? Тоже я себе сразу записала ответ. На 64, да? 48 граммов поделить на 64 грамма на моль. У меня получилось 0,75 моль. И здесь у меня один к одному. То есть, у меня из одного моль кальция C2 получается 1 моль C2H2. C2H2. Соответственно, если этого было 0,75, то и этого тоже 0,75. Соответственно, мне нужно найти объем. Это будет 0,75 умножить на 22,4. И у меня получилось 16,8 литра. Собственно, опять же, с точностью десятых нужно указать ответ. Я вас очень прошу, обязательно, когда вы решаете эти задачи, задачи первой части, напоминаю, что вы указываете в бланк ответов только число. Решение ваше смотреть никто не будет. Поэтому очень важно записать ответ правильно. В ответ вы записываете только число без единиц измерения. Без чего бы то ни было записывайте только число. И ответ вы указываете с той точностью, которую вам сказали. То есть, если вы, например, попросили с точностью до десятых, а вы указали с точностью до сотых, извините, такой вариант вам не зачту. Прекрасно. Такие вот дела. Я вижу, что очень много есть вопросов про то, что происходит в задании номер 24. Давайте мы договоримся с вами так. Давайте мы подготовим какой-то пост, в котором мы, например, расскажем про задание, про равновесие, и про то, что там происходит. Мне кажется, это будет более полезно, и мы там все с вами вместе еще чуть-чуть подискутируем на эту тему. Вот, давайте посмотрим уже на задание второй части. А как запятую бланки дарить? Честно, боюсь тебя соврать, потому что я не читала еще какие требования к оформлению. Кстати, наверное, нужно это сделать, потому что я тоже вроде бы собирался на ЕГЭ. Поэтому тут, наверное, лучше у школьных преподавателей сходить, потому что, спросить, потому что они как-то в этом больше чуть-чуть разбираются. Но я обязательно к экзамену тоже этот вопрос выясню, по-моему, можно ставить запятую. Но ее в смысле, ее ставить в отдельной клетке, если в этом вопрос. Ее ставить в отдельной клетке, не между. Ну, по-моему, просто запятую так просто и ставить, типа вот так. То есть, если вопрос, где ее ставить, то в клетке. Как ее ставить? Там должен быть образец, как именно это делается. Я вот образец не видела, я не знаю, как запятая ставится. Но ставится она 100% в отдельной клетке. Ну, точно. Если в этом был вопрос. Ну что, переходим к второй части. Если вы ждали чего-то суперинтересного во второй части, то вы ждали зря, но тем не менее давайте порешаем. Вторая часть, она в любом случае чуть-чуть поинтереснее. Итак, ОВРК, задание номер 32-бальное задание. Нас просят записать ОВР между веществами, и эта ОВР должна протекать с образованием простого вещества и солей. На самом деле здесь настолько скудный выбор, что тут в принципе только одна единственная ОВРК приходит на ум, ну честно. Потому что единственное, что возможно, возможно, ну ладно, нет, вру, вру, две ОВРК приходят на ум. Первая ОВРК, это собственно правильная, вторая ОВРК, это просто иодид магния и серная кислота. Напоминаю вам, что галогениды твердые могут реагировать с концентрированной серной кислотой, и бромиды и иодиды с серной кислотой вступают в ОВР. Но в случае такой реакции у вас будет выделяться ЙОД-2, простое вещество, у вас будет получаться там магний СО4, и у вас еще полетит H2С. И вот H2С, он как бы не вписывается в условие, потому что это и не соль, и не простое вещество. Следовательно, мы берем тот вариант, классическая абсолютно реакция, потому что галогенид, перманганат и кислота. Ну прям вообще. Вот. Магний. Еще раз говорю, это прям супер классическая реакция. Единственное, что вы, наверное, привыкли видеть какой-нибудь калий-йод, калий-марганец СО4, серную кислоту. Тут вам просто дали какие-то вообще непонятные катионы, обращая ваше внимание, перманганат натрия, не калия. И здесь просто будет куча всяких разных солей получаться, да, плюс H2СО4. Итак, ЙО2, это как раз то самое простое вещество, которое образуется. А теперь посмотрите, у меня раз, два, три катиона, да, в итоге образуются. Мне нужно три соли записать. Магний СО4, марганец СО4. Я вот здесь... Так, нет, натрия 2СО4 и вода. Вот. Такие вот дела. Ну что, составляем электронный балансик. ЙОД был в степени окисления минус 1 в количестве двух штук. И ЙО2 получается в степени окисления 0. Два электрончика он отдал. Марганец был в степени окисления плюс 7, стал в степени окисления плюс 2. 5 электронов он отдал. Значит, это мне нужно домножить на 5. Это мне нужно домножить на 2. Что у меня получится? Что магний ЙО2 сразу прописываю. Это восстановитель. Натрий, марганец СО4. Это окислитель. Серную кислоту мы взяли в качестве среды, потому что перманганаты очень чувствительны к среде, в которой проходит реакция. И в разных средах. Средах. В разных средах. Средах, да? Я опять забыла. Короче, в разных условиях они дают разные продукты. В щелочной среде они должны там одно сделать. Там будет манганат. В нейтральной среде выпадет марганец СО2 в осадок. И только в кислой среде мы получим, собственно, то, что нам нужно получить. Поэтому, ну, щелочную среду мы здесь не можем сделать, потому что щелочи нет. А нейтральную среду могли бы, но она нам не подойдет. Нам марганец СО2 не нужен. Что они просят? Что они просят? Я здесь убрала ту часть, где они просят вам записоставить, уравнение, реакция, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Просто потому что это, ну, все и так знают, что нужно сделать. Мне кажется, в этом номере я просто решила чуть-чуть места сэкономить. Так, нужно расставить коэффициенты. Самое главное, нужно расставить коэффициенты. Поехали. 5. 5. 2. 2. Поехали. Перед магнием тоже нужно поставить 5, чтобы уравнять. Натрия вроде бы и так 2. Перед серной кислотой какой должен быть коэффициент? 5 плюс 2 это 7. Плюс 1. 8 перед серной кислотой должно быть. Пожалуйста, уравнивайте тут со мной, потому что я сейчас где-нибудь накосячу, мне кажется. Хотя, нет, вроде бы тут все нормально. 4. И сейчас просто барабанная дробь проверяем кислород. 8 кислородов плюс 4 на 8, 32 это 40 кислородов. А здесь 20 плюс 8, это 28, плюс 4, 32. А, здесь же восьмерка. 32 плюс 8, 40. Да, перед водой 8, не 4. Это я считать не умею. Все, супер. И обязательно, вот мой вам совет, обязательно после того, как вы даже уже все сделали, обязательно определили окислитель-восстановитель, не поленитесь. Прочитайте еще раз условия задания и посмотрите, соответствуют ли ваша реакция условию задания. Давайте прочитаем. Два вещества, между которыми происходит ОВР, да, с образованием простого вещества, да, и солей. Да, солей нескольких, ничего лишнего. Кстати, воду почему-то никогда не считают вообще как участника реакции, но да ладно. Она тоже здесь образовалась, ну ладно, игнорируем воду. Такие вот дела. Все, мы получили за это задание 2 балла, мы с вами молочинки, едем дальше. А, у меня была, оказывается, целая площадка для решения этого номера. 31 номер. Итак, тот же самый набор веществ, и вот тут маленькое такое коварство есть. Посмотрите, нам говорят, что нужно выбрать вещества, между которыми возможна реакция ионного обмена, протекающая с образованием газа. Вот так я прочитала это задание в начале, и такая думаю, ну хорошо, ионный обмен. Сразу хочется исключить отсюда перманганат, потому что это товарищ явно в ОВР. Сульфат лития и адид магния. Ну, я не могу представить, в каком вообще варианте они могут дать нам реакцию с газом. И остается, да, как бы уксусная кислота, карбонат, надрисерная кислота, я думаю, о, прикольно, сразу две реакции есть. Можно написать серный и с карбонатом, а можно написать с уксусным карбонатом. Так я думала, а потом решила еще раз внимательно прочитать задание и увидела то, что я не увидела сначала. И поэтому еще один совет. Читайте задание вот прям от первой буковки до последней. Если мы здесь посмотрим, выберите сильный и слабый электролит. И вот в этом случае, да, не подходит пара серная кислота и карбонат, натрия. Потому что карбонат, натрия это сильный электролит, да, соли, они практически все сильные электролиты. Соответственно, мне второй реагент нужно подобрать слабый электролит. А серный это тоже сильный. Поэтому нет, такая пара здесь не подойдет. Это если бы вы написали реакцию карбонат, натрия и серную кислоту, это было бы неправильно. Вы бы получили 0 баллов, потому что ваша бы реакция не соответствовала условию задания. Здесь, да, я пишу уксусную кислоту и карбонат, натрия. Так, натрий 2, СО3. Что должно получиться? Должен получиться ацетат натрия. О, 9 часов. Спокойной ночи, малыши, мы с вами пропустили. Мы продолжаем решать, у нас еще 32, 33, 34, 35. Господи, как много всего у нас впереди. Ну, что поделаешь, выложили вот фипи сегодня, приходится нам отдуваться с вами. Так, вроде бы все. И нужно записать, естественно, в ионном виде. Уксусная кислота на ионы не диссоциирует, она остается в том виде, в котором она есть. Карбонат сильный электролит, значит, его можем расписать. Соль, опять же, сильный электролит, расписываем. СО2 не электролит не расписываем, воду не расписываем. Могу сократить только натрий и все. Что у меня получается? Получается 2 уксусные кислоты реагируют с карбонат анионом. И получается 2 ацетат аниона, СО2 и вода. Кажется, все верно. Прекрасно. Получили еще 2 балла. У меня такое ощущение, что я как будто бы накосячила опять с коэффициентами. Давайте проверим. Нет, не накосячила, все хорошо. Вот такая вот задачка. Ну, довольно легкая. Но вот видите, прям суперловушка, конечно, вот это сильный слабый электролит. Потому что, ну, я действительно просто в первый раз, когда читала, такая, думаю, ну, странно, зачем они дали такие две реакции. Наверное, какой-то должен быть, вот какая-то хитрость должна быть. Да, хитрость есть. Нужно задание внимательно читать. Третий, второй номер меня чуть-чуть удивил тем, что здесь есть реакция, которой я даже не припомню, когда она вообще последний раз попадалась в экзамене. Ну, давайте по порядку. Серу растворили в концентрированной азотной кислоте при нагревании. Без проблем. Много раз эту реакцию писали. Она у нас уже есть. H2SO4, NO2 и вода. Да, просто классика. Напоминаю, что сера, углерод, фосфор, они растворяются и в азотной кислоте, и в концентрированной серной кислоте. Андрей, да, почти. Вот. И образуется высший гидроксид. И, соответственно, либо NO2, либо SO2, в зависимости от того, какую вы кислоту берете. Давайте так, я с вашего позволения. Можно я не буду расставлять коэффициенты, пожалуйста? Так очень нехорошо делать, но если прям скажете, что нужно, окей. Так, я пока следующее задание хочу посмотреть. И вот реакция, которая меня удивила, потому что я действительно... Мы обычно ее проходим, везде пишем про нее. То есть это в свойствах меди рассматривается. Но вот прям, что где-то она прям фигурировала в экзамене, я даже не помню. А вот, пожалуйста, вот ради чего мы все это учили. Выделившийся при этом бурый газ пропустили над нагретым порошком меди. То есть бурый газ, это NO2. Кстати, да, вот, ну не знаю, если вы вдруг забыли, как эта реакция протекает, это вам такая подсказка, что потому что бурый газ, азот, это сразу прям связывается в NO2. Других бурых газов у азота нет. NO2 и медь. Это ОВР, естественно, простое вещество реагирует. И что здесь получается? Здесь должно получиться Купру О, и должен получиться... Кто? Должен получиться молекулярный азот. И здесь такая тоже есть подсказка. Если вдруг вы сомневались, что вам записать в качестве продукта, получается, серая из нуля перешла в плюс 2, продукта окисления меди... Почему серая медь? Медь перешла из нуля в плюс 2. Если вы сомневались, что написать, то дальнейшие реакции вам здесь могут подсказать. То есть почему? Потому что, смотрите, дальше нам говорят. Ну, какие здесь могли быть варианты? Варианты, в принципе, 2. Купру 2О и Купру О, правильно? Но других вариантов особо здесь не придумаешь. Потому что никаких других комбинаций тут невозможно. И мы начинаем рассуждать. Окей, Купру О или Купру 2О реагирует с соляной кислотой. Замечательно. И то, и другое может реагировать с соляной кислотой. Ну, я сразу пишу правильный вариант. Но на этом этапе у вас никаких сомнений еще не закрадывается. Даже если вы выбрали неправильный оксид. А дальше четвертая реакция. И вот тут, в четвертой реакции, возможно, у вас должны закраситься сомнения. Потому что вам говорят, что к образовавшемуся раствору. И окей, ладно, у нас нет меди плюс 1 в таблице растворимости. Мы не можем понять, растворим Купру О или не растворим. Но нас просят написать реакцию с йодоводородной кислотой. И вот тут, даже если вы в какой-то момент оставили медь в степени окисления плюс 1. Вот тут вы должны задуматься, что что-то идет не так. Почему? Потому что это 100% ОВР. И нам как бы намекают. И мы знаем, что это за ОВР должна быть. И мы знаем, что в эту ОВР должны вступать соединения меди плюс 2. Потому что медь плюс 2 это окислитель. И пожалуйста, у нас обычно другая реакция. Здесь приводится в пример, например, Купру МОСО4 и Кали Йод. Тоже классика вообще ОВР. И мы знаем, что еще раз медь плюс 2 это окислитель. И вот медь плюс 1 вам вообще тут никак не подойдет. Поэтому даже если вдруг вы что-то где-то сомневались. Вот на четвертой реакции должно озарение на вас не зайти. Вы должны понять, что нет. Это должен был быть именно Купру МО. Соответственно, что здесь получается? Купру МЙод. Это, кстати, осадок. Стоит запомнить. Потому что еще раз нету меди плюс 1 с таблицей растворимости. Но то, что Купру МЙод осадок, неплохо было бы знать. Выпадает йод. Йод как раз придает окраску. Потому что он чуть-чуть подрастворяется немножечко в воде. И получается, что аж хлор здесь остается. Вот такая вот штука. Интересное задание. 32-ое. Интересная вот эта реакция. Поэтому, ребятушки, повторяем вот эти непонятные свойства меди и так далее. Можно ли Купру МХЛОР? Лерочка, я думаю, что допустимо было бы. Единственное, нужно посмотреть, что там по произведениям растворимости у Купру МХЛОР или Купру МЙод. Я бы записала, наверное, Купру МЙод. Засчитают ли Купру МХЛОР? Я бы, наверное, на месте экспертов засчитала. Потому что, опять же, мы не обладаем знаниями от произведения растворимости этих соединений. И не можем на экзамене принять какое-то решение. Поэтому логично засчитывать все-таки и то, и другое. Но было бы честно. Но Купру МХЛОР все-таки здесь более... Как это? Больше подходит. Вот такие вот дела. А 33-е задание. Тоже вот оно здесь у нас. Скрин. Не сказать, что прям суперинтересное. Но ладно, давайте посмотрим. Итак, я начну здесь. Продолжим на следующем листочке. Итак, почему, кстати, вот я там не стала добавлять задание 16? Потому что, пожалуйста, здесь, по сути, аналогичная реакция есть. Единственная, которая в 16-м номере могла бы нас с вами заинтересовать. Итак, у нас дигалоген. Алкан. Можно ли было до НО записать? Честно, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Обычно все-таки пишут до азота. Причем со всеми оксидами пишут до азота. Вот. НО, я честно не знаю, насколько вероятно, что оно здесь может образоваться. По-моему, я не встречала такого, чтобы получалось НО. Поэтому вот 100% не могу ответить на этот вопрос. Смотрите, реагирует с калий-ОАЖ. Прям подчеркнули нам, что 2 моль калий-ОАЖ. Ну, как бы, 2 хлора тоже немножечко намекали на эту историю. Зачем здесь вода? Вода здесь не реагент. Здесь показано, что вода растворитель. Что реакция происходит в водной среде. Почему это важно? Потому что, если бы в качестве растворителя мы взяли спирт, тогда бы у нас прошло дегидрогалогенирование. То есть, отщепление, аж хлор. И мы бы получили, получается, тройную связь. Мы бы получили алкин. В водной среде происходит у вас замещение вот этих хлориков. Если так можно назвать, на ОАЖ-группу. И здесь у нас не образуется двухатомный спирт, образуется альдегид. Напоминаю, да, что если у нас моногалоген-алканы реагируют, у нас получается спирт, одноатомный, да, ну или там многоатомный, если они при разных хлорах. А если у вас два хлора, два галогена, вы получаете кетон или альдегид. Если три, вы получаете производные карбоновой кислоты, как правило, соль. Не забываем, что здесь, да, еще калий, хлор и вода. И не забываем ставить коэффициенты. Ну, надеюсь, я нигде с коэффициентами здесь не накосячила. Итак, следующее, что у нас. Х1 это, соответственно, альдегид. И альдегид мы окисляем. Тут точно уже оставлю коэффициенты на вашу совесть. Здесь нам даже подсказали, что окисление происходит до уксусной кислоты. Хотя, вот честно, на мой взгляд, вот вместо пропионовой кислоты я бы тоже поставила X. Ну, правда, ну, потому что... Ну, до чего еще здесь можно окислить? Ну, серьезно. Поэтому, знаете, здесь как будто бы вот даже лишняя чуть-чуть информация. Ну, ладно. Нет, это как бы... На самом деле, это вообще не играет здесь никакой роли, потому что действительно других вариантов у нас даже просто не могло и быть. Хром 2SO4 трижды. Калий 2SO4 и водичка. Не забываем расставлять коэффициенты. Хочу сказать, что у вас не требует написания электронного баланса вот в такой реакции органической. Только на черновике это можно делать. На чистовик приносить абсолютно нет никакого смысла. Дальше нам говорят, что вот эта штука, то есть пропионовая кислота, реагирует с хлором в присутствии красного фосфора. Классическая реакция, да, замещение в альфа-положение. Альфа-положение это то, которое ближайшее к карбоксу группе. И у вас получается что? У вас получается вот такая вот штучка. И не забываем про неорганический продукт. Не забываем, что это реакция замещения. И также образуется еще аж хлор. Что дальше? Дальше нам говорят, что вот это безобразие реагирует с гидрокарбонатом натрия. Ну, хорошо. CH3, CH, хлор, CO, OH. У нас карбоновые кислоты, они посильнее, чем угольная кислота. Поэтому они могут реагировать с солями угольной кислоты, с карбонатами, с гидрокарбонатами. Что у нас будет получаться? У нас будет получаться... Ой-ой-ой-ой, что-то я это пропустила. Хлор мы не трогаем, да, хлор мы не трогаем. И здесь у меня образуется соль. И опять же не забываем про неорганический продукт. Еще раз, я здесь коэффициенты не ставлю, хотя они почти нигде здесь не нужны. Но обязательно, да, коэффициенты, обращайте, пожалуйста, на них внимание. Потому что не поставите коэффициент, все, реакцию вам просто не засчитают. Ну и, пожалуй, мне показалась наиболее интересной последняя реакция. Почему? Потому что нечасто мы видим, как получают сложные эфиры путем взаимодействия солей и алкилгалогенидов. То есть вот мы опять же проходим, да, например, на занятиях. Если вы, например, занимаетесь где-то в другом месте, и вы не слышали о таком способе получения сложных эфиров, обязательно посмотрите. То есть мы знаем все про реакцию тарификации, это для нас такая привычная штука. Я бы вам посоветовала посмотреть другие штуки. Посмотрите, как из солей получается, как там из ангидридов получается, как, возможно, даже из хлорангидридов получается. Хотя вроде бы сказали, что ни ангидридов, ни хлорангидридов не должно быть. Но, так, наверное, лишним точно не будет, по крайней мере для общего развития точно. Здесь получается сложный эфир, опять же, хлор никуда не девается, остается на месте. Да, вот у вас, пожалуйста, вот сюда идет ваше CH2, CH3 и, соответственно, на А3. Цепочка тоже абсолютно несложная. Мне, знаете, мне кажется, что самое сложное в этой цепочке – это не потерять по дороге хлор. Вот вам кажется, что, да ладно, Тась, серьезно вам говорю, когда смотришь, например, работу ребят уже после ЕГЭ, их скрины, очень часто, ну, предположим, аналогичная цепочка, я вас уверяю, что, ну, процентов 10 или 15 реально в какой-то момент про этот хлор забудет. И в пятую реакцию возьмет уже просто пропионат натрия. И все, и ничего там не останется. И абсолютно серьезно говорю. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, следите вот это натрий, калий, хлор, бром. Не теряйте, не теряйте водорода, не теряйте эти галогены. Потому что, ну, абсолютно точно, я вам говорю, что 100% кто-то вот что-то где-то бы напутал, забыл, потерял. Потому что в пупыхах торопишься, обрадовался такой, что реакция легкая, задание легкий. И все, и пошло. Хорошо, давайте 34-я задача. 34-я задача, давайте честно вам признаюсь, 34-я задача это единственное, что мне порадовало в этом варианте. Потому что если, ну, остальной вариант, то есть все остальное, кроме 34-й задачи, я, наверное, решила за полчаса. И то, там, просто потому что еще где-то куда-то отходило. Ну, то есть это прям было вообще легко. На 34-й задачи я думала, то есть я решала ее еще, наверное, минут 20. Честно, пришлось чуть-чуть подумать. Ну, по итогу, конечно, она оказалась решаемой абсолютно. Но она прям вот интересная. Я прям получила удовольствие, решая 34-ю задачу. Потому что только вот сегодня ребятам говорила, что уже, честно говоря, в печенках сидит вот эта часть вещества разложилась. Этот электролиз, это что-то там еще. Как бы вот, ну, правда. Не, ребят, давайте это по порядку. Смысл решать 35-ю, если как бы осталось всего две задачи, ну, правда. Вот. И вот здесь что-то чуть-чуть интересное. Чуть-чуть интересное. Сразу хочу сказать, я предлагаю свой вариант решения. Возможно, есть какой-то более легкий вариант решения, более очевидный, более логичный, более изящный. Ради бога, в 34-й задаче это всегда такой небольшой момент творчества. Если вам видится что-то другое, ради бога, пожалуйста, никто вам запретить не может. Поехали. Тут, кстати, мало того, что сама задача интересная, так реакции еще запихнули. Вот прям, ладно, давайте по порядку. Нитрат кальция медленно нагрели. При этом образовался твердый осадок, состоящий из смеси оксида кальция и нитрита кальция. И выделилась смесь газа. Давайте, наверное, сразу здесь остановимся, потому что это интересный момент. Мы как бы народ простой. Мы знаем, что вообще-то нитраты щелочных металлов и там щелочноземельных металлов, они должны разлагаться на что? Они должны разлагаться на нитрит и на кислород. И это, ну вот, как бы мы так учили, мы так знаем, и вообще, ну как бы мы живем в мире, забыла двоечку, в котором вот такие вот реакции у нас вообще существуют. А тут нам говорят, ребят, ну как бы вообще-то образуется оксид кальция и вообще образуется какая-то смесь газов. А у нас в такой реакции, как вы видите, смеси газов нет, кальций нет, и как бы что? Типа, что с этим делать? А если, например, залезть в литературу, ну понятно, на ЭГОС не будет в литературе, действительно оказывается, что если, ну, греть дальше, если при более высокой температуре, то нитрит кальция, нитрат, простите, кальция, начинает разлагаться, как разлагаются, например, металлы вот этой средней активности, точнее, нитраты металлов средней активности на кальций О, на НО2 и О2. И как вы понимаете, для решения этой задачи нам абсолютно не нужно знать таких тонкостей, в том плане, что это, ну, это читается из условия задачи. То есть, да, это, возможно, немножечко так, ну, пугает, ты не понимаешь сначала, что происходит. Но вам черным по белому написали, что должен где-то получиться кальций О, и вы понимаете, что кальций О может получиться только если вы разложите по второй реакции, и должна получиться смесь газа. То есть, ну, поэтому эти вот реакции здесь так и выпадают. Поэтому обе реакции протекают. Мы не знаем, в каком, как бы, соотношении эти реакции идут, сколько нитрата кальция по первой реакции разложится, сколько нитрата кальция по второй реакции разложится. Это, как бы, ну, проблема. И, естественно, мы будем эту проблему сейчас каким-то образом решать с помощью иксов и игреков. Прекрасно. Дальше нам говорят, что смесь газов, вот, и здесь тоже очень важный момент, смесь газов, не только какой-то один газ, а смесь газов пропустили через раствор гидроксида калия. И это второй момент, который вызывает, естественно, вопросы, потому что мы привыкли писать, например, NO2 плюс калия OH, и смесь газов тут нам как-то насмешно смущает. Но тут самое время вспомнить, что вообще-то NO2, да, напоминаю, что NO2 – это кислотный оксид, у которого нет своей кислоты. NO2 при растворении в воде дает азотную и азотистую кислоту. Но если NO2 пропускать, точнее пропускать смесь NO2 и кислорода через воду, то мы получим HNO3, да. Соответственно, если мы то же самое проделываем с щелочью, ну, какая разница, щелочь вам просто, ну, связывает кислоту в соль, просто нейтрализует получившуюся кислоту. Соответственно, что у вас получается? Калий NO3, и получается вода. А вопрос про можно ли записать это в одну реакцию, я бы не советовала. Почему? Потому что это все-таки разные процессы. То есть, смотрите, ребят, такой, да, немножечко в топ. Когда вы записываете реакцию, вообще любую, то реакция показывает вам, это не просто, да, что получилось и что реагировало. В том числе реакция показывает нам соотношение реагентов. И когда вы записываете, например, первую реакцию, вы таким образом говорите, что у вас реагирует там 1 моль кальция на 3 дважды, и получаются вот такие вот продукты в соотношении 1 к 1. Или, например, что вы записали вторую реакцию, и вы показываете таким образом, что у вас получились реагенты в соотношении 2 к 4 к 1. А теперь давайте подумаем немножечко о процессе, который происходит. Разве мы можем с вами утверждать, что при разложении нитрата кальция у нас будет какая-то зависимость, будет какое-то соотношение между там нитритом кальция О и ОНО2. Нет, мы не знаем, в каком соотношении они будут находиться. Мы не знаем, какая часть нитрата разложилась по первой реакции, а какая часть нитрата разложилась по второй. То есть нам это соотношение неизвестно. И поэтому, записав это все в одну реакцию, вы просто допускаете ошибку. Точно так же, как, например, в органике, когда мы записываем реакцию, то есть когда у нас, например, ну не знаю, там хлорирование тулола, допустим, имеется в виду в кольцо, не советуют записывать в одну реакцию орты и пары изомер. Почему? Потому что когда вы их записали в одну реакцию, вы говорите, что у вас 50 на 50, ну по сути. А это на самом деле не так, у вас разные соотношения. Не один к одному получается, одного получается больше, одного получается меньше. Или, пожалуйста, например, реакция электролиза, растворов, ну допустим, никеля-104 или цинка-104, короче, тех металлов, которые вот находятся между алюминием и водородом. Там же у вас идет одновременно и электролиз воды, и электролиз соли. И опять же, вы эти реакции не записываете в одну кучу, потому что это разные процессы, которые друг с другом вообще никак не соотносятся. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Вот. А разве это не вторая реакция разложения? Вадим, нет, я не согласна с тем, что это нитрит кальция разлагается, потому что, ну как бы известно, что нитрат кальция. Ну и опять же, тогда нам будет довольно сложно проследить. Все-таки вам опять же сказали, да, что у вас при разложении образовался и нитрит, и кальцио. Поэтому мы записываем реакцию и с образованием нитрита, и с образованием оксида. Такие вот дела. Хорошо, давайте, собственно, теперь с вами думать. Смесь газов пропустили, это мы прочитали. При этом массовая доля гидроксида калия в растворе уменьшилась в два раза. Объем не прореагировавшего газа оказался в два раза меньше объема исходной смеси газов. Вычислите массу исходного нитрата кальция. Давайте внимательно прочитаем. Я вот тоже на этот момент не сразу обратила внимание. Давайте с вами анализировать. Итак, у нас гидроксид калия был в растворе. Мы через него пропускаем смесь газов. Обратите, пожалуйста, внимание на окончании. В результате по условию задачи мы получили, ну нитрат это мы сами записали, и по условию задачи нам говорят, что калий OH остался. То есть калий OH по условию задачи находится как где? В избытке. То есть гидроксид калия прореагировал не весь. Если гидроксид калия прореагировал не весь, то кто точно прореагировал на все 100%? То значит точно прореагировал NO2, потому что либо NO2, либо калий OH тут тогда должны быть в избытке недостатки. Если калий OH остался, значит NO2 прореагировал полностью. Это прекрасная новость. А теперь опять же внимательно читаем. Объем непрореагировавшего газа, газа одного, смесь газов, не прореагировал только один газ. Следовательно, NO2 прореагировал полностью, потому что иначе калий OH бы не остался. Значит газ, который не прореагировал, это кислород. Чуть-чуть разобрались. То есть мы понимаем, что еще раз, да, вот все вот это добро собрали, пропустили через калий OH, и какая-то часть кислорода просто не прореагировала. Замечательно, разобрались, что происходит с задачей. Давайте попробуем теперь как-то перевести это в какие-то адекватные цифры. Я предлагаю начать с единственного вообще, что мы здесь можем начать, это с раствора гидроксида калия, потому что мы как бы больше ничего здесь не можем посчитать. Я предлагаю найти масса калий OH исходного, да, получается. Подглядываю в свои записи. Масса раствора 133,6 умножаю на 40%, делю на 100, или что то же самое делю на 0,4. Получается что такое? 53,44 грамма. Вот, еще раз, да, хочу, ребят, смотрите, вы можете, у вас может быть какое-то свое решение, я сейчас показываю свое, а потом, да, можем, например, опять же, в комментариях или еще где-то обсудить, ну, какие-то другие варианты, поэтому не стесняйтесь показывать. В смысле 53,2, подождите. 133,6 умножить на 0,4. Нет, 53,44, Оксана, тут я не соглашусь. Сундочку. Да, поэтому не соглашусь. И тогда количество калий OH исходного давайте найдем. И вот тут меня неприятно удивили тем, что здесь было некрасивое число. Нас настолько разбаловали тем, что вообще-то должны получаться красивые числа, что-то такое смысле. Поэтому, да, вот здесь у меня количество вещества получилось приблизительно 0,95 моль, но это приблизительно. Теперь давайте внимательно читать, что у нас по условию задачи. По условию задачи массовая доля гидроксида калия в растворе уменьшилась в два раза. То есть, что я могу сказать? Я могу сказать, что массовая доля калий OH конечная, имеется в виду в конечном растворе, это сколько? Было 40%, стало в два раза меньше. То есть, стало 20%. Так, 20%. Теперь я предлагаю сделать что? Мы знаем, сколько калий OH было изначально. 0,95 моль. И мы знаем его концентрацию в конечном растворе. Давайте попробуем найти массу конечного раствора. Для того, чтобы найти массу конечного раствора, нам нужно знать что? Нам нужно знать, сколько у нас вообще чего-то было. То есть, я знаю, что по закону сохранения массы вещества у меня масса раствора калий OH плюс масса прореагировавших NO2 и O2 будет равна как раз массе конечного раствора. То есть, для того, чтобы понять, какая у меня масса конечного раствора, мне нужно понять, сколько прореагировало NO2 и O2. Поэтому я делаю следующее. Я ввожу переменную. Я говорю, что пусть количество кислорода, которое прореагировало внимание, прореагировало в реакции номер 3, это будет х моль. Тогда масса кислорода, которая прореагировала в третьей реакции, это будет 32х граммов. А по уравнению реакции получается, если этого х, то этого в 4 раза больше, то есть 4х. Получается количество NO2. Надеюсь, вы еще там не спите. Это будет 4х моль, а количество в третьей реакции, ой, масса, простите, масса, 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 какая у него молярка-то? 4х умножить на 46 у меня получилось непонятно сколько. 184х граммов. Следовательно, чему будет равна масса конечного раствора? Масса раствора конечного. Это масса раствора калий-ОН, она мне дана по условию задачи, плюс масса NO2, который прореагировал, плюс масса О2, который, собственно, тоже прореагировал. Что тогда у меня будет? Масса раствора калий-ОН 133,6. 133,6. Масса NO2 184х. ППС проседает. Это типа при письме, что ли, или в изображении? Если при письме, то это просто стилс разряжается. Плюс 32. У меня получилось 216х плюс 133,6. Ой, простите, 133,6. Граммов. Вот, и еще раз, это масса конечного раствора. Это масса конечного раствора натрий-ОН. Следовательно, я это для чего затевала? Я это затевала для того, чтобы найти массу калий-ОН. Потому что это единственное, что связывает меня с чем-то. Соответственно, масса калий-ОН, который остался в растворе, чему будет равна? Она будет равна массе раствора 216х плюс 133,6 умножить на 0,2. И тогда количество оставшегося калий-ОН. Еще раз говорю, возможно, мое решение не самое простое. То есть, может быть, есть какой-то более изящный метод. С удовольствием посмотрю на него, если вы поделитесь и посмотрю, что у вас получилось. Ну, я, скажем так, решаю просто, знаете, вот как вот, как пошла рука писать, так и получилось. Это получилось у меня на вот столько моль. Оставшегося, оставшегося, правильно? Вот, а теперь давайте смотреть, сколько калий-ОН было до того, как реакция пошла. 0,95. Давайте я даже запишу. Масса калий-ОН исходная. 0,95 моль. По уравнению реакции, сколько калий-ОН прореагировало? Но если прореагировало Х моль кислорода, значит, калий-ОН прореагировало 4Х моль, правильно? Масса калий-ОН, который прореагировал в третьей реакции, 4Х моль. Разница между ними – это оставшийся калий-ОН, правильно? Только почему я пишу массу, когда это количество? А вы меня даже не исправляете, правда, до вас долго как бы доходит. В смысле, не в смысле, что вы соображаете медленно, а что задержка сильно большая. А, соответственно, разница между этим, 0,95 минус 4Х, это и есть что такое? Это количество калий-ОН оставшегося. А мы только что нашли, что оставшийся калий-ОН – это вот эта вся какая-то большая дробь. А что тогда получается? Получается, что 0,95 минус 4Х равняется чему? 216Х плюс 133,6 поделить на 56 умножить на 0,2. Я не буду рассказывать, как я это решала. Это линейное уравнение, я абсолютно уверена, что вы с ним справитесь. Тем более, если вы дожили до этого часа, я уверена, что с этим уравнением вы точно справитесь. У меня получилось, что Х равен 0,1. Следовательно, я делаю какой вывод? Что количество О2, который прореагировал в третьей реакции – это 0,1 моль. Не знаю, количество НО2, который прореагировал в третьей реакции – это 0,4 моль. Ну, количество калий-ОН нас не особо здесь интересует, потому что мы дальше будем работать с газами. Итак, еще раз, что мы сейчас сделали? Мы с вами проанализировали, мы поработали просто с конечным раствором. Это довольно такой распространенный прием в 34-х задачах, только обычно это без иксов бывает. Да, то есть, смотрите, что еще раз. У нас была изначальная концентрация калий-ОН, и у нас есть конечная концентрация калий-ОН. То есть, мы можем определенным образом найти массу и количество начального, начальный калий-ОН и конечный. И разница между начальным и конечным – это и есть то, что прореагировало. А нас всегда задача очень интересует, что именно прореагировало, потому что если мы знаем количество прореагировавших веществ, мы можем дальше что-то там порешать. Супер, с этой частью разобрались, давайте разберемся с газами. И вот здесь чуть-чуть нужно прям внимательно быть. Итак, давайте я, наверное, сделаю вот что. Мы сейчас будем с вами рассуждать. Смотрите, мы с вами поняли, что прореагировало 0,4 моль NO2 и прореагировало 0,1 моль кислорода. А теперь давайте задумаемся, откуда взялся NO2? NO2 взялся из смеси газов, которые получились после разложения. И мы 100% точно знаем, что NO2 прореагировал полностью. Нам об этом говорит условие задачи. Следовательно, что? Следовательно, весь NO2, который в третью реакцию вступил, это тот NO2, который получился при разложении по второй реакции. То есть количество NO2, которое у нас вот тут выделился, это 0,4 моль. Прекрасно. А это замечательная информация, потому что если мы знаем, что вот это в 0,4 моль, то мы можем легко понять, сколько кислорода и вообще сколько нитрата кальция тогда вступило в реакцию. Ну, мы сейчас это запишем, но уже можем сказать, что нитрата кальция тогда разложилась вот именно по второй реакции 0,2 моль. Давайте мы это запишем. Ну и здесь, соответственно, давайте пропишем уж ради 0,1 моль. То есть мы с вами уже практически у финала задачи, потому что нам осталось только с первым уравнением разобраться, потому что мы не знаем, сколько в первой разложилось. А во второй мы прекрасно знаем, что разложилось 0,2 моль кальция внутри дважды. Итак, еще раз, да, что количество NO2, который прореагировал в третьей реакции, это то же самое количество, что NO2 во второй. Потому что, ну это я для вас пишу, это писать не нужно, потому что по условию NO2 прореагировал полностью. Вот, а следовательно, я уже могу сказать, что количество нитрата кальция во второй реакции, это что такое? Это в два раза меньше, чем количество NO2, и это 0,2 моль. Это прекрасная информация. Теперь давайте разберемся с первой реакцией. Тут нам поможет вторая часть задачи, где нам говорят, давайте читать внимательно. Объем непрореагировавшего газа, то есть непрореагировавшего кислорода, оказался в два раза меньше объема исходной смеси газов. Тоже давайте чуть-чуть немножечко подумаем. Еще раз, какие газы вступают, вообще вот какие газы образовались после разложения? Образовался кислород во второй реакции в количестве 0,1 моль, образовался NO2 в количестве 0,4 моль, и образовался кислород еще один в количестве нам неизвестном. Давайте обозначим его Y моль. Так, пусть количество O2 из первой реакции это Y моль. И теперь давайте думать. Опять же, все вот это добро образовалось. Вот у нас была смесь газов. Этот кислород, этот кислород и этот NO2. Круто. И когда все это безобразие прореагировало, NO2 израсходовался полностью. 0,1 моль кислорода, мы не можем сказать, какой это был кислород, потому что какая разница кислород и кислород. Но мы условно понимаем, что вот этот кислород, 0,1 моль, как будто бы исчез, он прореагировал. То есть, когда реакция третья закончилась, у нас остался только Y моль кислорода. Понятно? То есть, давайте еще раз. После разложения количество смеси газов это что такое? Это кислород из первой реакции. Это кислород из второй реакции. И это NO2 тоже из второй реакции. Количество кислорода по первой реакции мы обозначили за Y. А этот кислород мы уже нашли, его 0,1 моль. И этот кислород мы тоже нашли. Это, точнее, не 40, но 2, а это 0,4. Получается Y плюс 0,5 моль. Это вот исходное количество смеси. После третьей реакции что у нас осталось? А N газа какого-то нам не говорят. У нас еще раз, да, было Y плюс 0,5. Прореагировал весь NO2. И прореагировал 0,1 моль кислорода. То есть, 0,1 моль кислорода. Что получается? Получается Y плюс 0,5. Это было. Прореагировал 0,4 моль NO2. И 0,1 моль какого-то там кислорода. Неважно какого. Получается Y. То есть, еще раз. До реакции третьей после разложения у нас было Y плюс 0,5. После реакции разложения остался просто Y. И по условию задачи нам говорят, что объем. А мы знаем, что если объем измерены при одинаковых условиях, то объем соотносится так же, как соотносится количество. Соответственно, нам говорят, что объем непрореагировавшего газа в два раза меньше объема исходной смеси газа. То есть, нам говорят, что вот эта вот штука, вот эта штука в два раза меньше, чем то, что было после разложения. То есть, смотрите, количество газов после 1 и 2 получается в два раза больше, чем количество газов после третьей реакции. А мы только что нашли, что после разложения у нас Y плюс 0,5 моль. А после того, как прошла реакция номер 3, Y. Очень сложное уравнение получили. Y отсюда у меня получился равен 0,5 моль. И кажется, что у меня не хватает уже места. Напоминаю, что мы обозначили за Y. За Y мы обозначили количество кислорода, который вступил, точнее, который образовался в результате первой реакции. Следовательно, здесь у меня все один к одному. По первой реакции получилось 0,5 моль кальция на 3 дважды. С вашего позволения я здесь дорешаю, потому что там и просто места не осталось. Следовательно, всего изначально нитрата было сколько? 0,5 плюс 0,2 – 0,7 моль. И остается только найти его массу. Чему она будет равна? Давайте посмотрим. Кальция. У кальция малярка 40, плюс 2 нитратные группы. 14 у азота, 48 у кислорода. У меня получается 0,7 умножить на 164. 114,8 граммов. Вот. А вот такая вот задачка. Я понимаю, что многие из вас, те, кто смотрит с самого начала, уже чуть-чуть подустали, что время позднее. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы потом. Пишите в комментариях. Будем вместе разбираться, вместе анализировать. Еще очень большая просьба. Если у вас есть какое-то другое альтернативное решение, возможно, как вам кажется, более простое, тоже делитесь. Я думаю, что ребятам будет интересно посмотреть. И это очень круто, потому что 34 задача прекрасна тем, что тут может быть много разных решений, много разных подходов. И всегда очень классно посмотреть, у кого как работает направление мысли. Это мой вариант решения. Не претендую на единственно верный. Наверняка есть какие-то более изящные способы. Если кто-то из вас его придумает и поделится с ним, будет очень-очень-очень круто. А вот. Хорошо. Давайте тогда переходим, наверное, к 35-й задаче. 35-я задача, на удивление, кстати, оказалась очень простой. На мой взгляд, 35-я задача просто, ну, вообще классная. Ой, что-то у меня здесь... СП-3, СП-2, тройки, двойки не там стоят. Но не важно уже сейчас. Короче, 35-я задача, она прям, вот знаете, после 34-й, как бальзам на душу, в том плане, что она прям решается вот как по маслу. Ты вот прям вот решаешь, решаешь, решаешь. Так, а где же я ее решала? Где мои вычисления? Я не хочу сейчас еще раз это делать. А, вот. Итак, поехали. Смотрите. При сгорании органического вещества, такой-то массы, получили углекислый газ и хлороводород. Предлагаю на этом пока остановиться и разобраться с чиселками. Итак, ищу количество СО2. У меня дан объем при нормальных условиях, то есть это 20,16 литра. Мне нужно поделить на 22,4 литра на моль, и это получается 9,1 моль. Следовательно, количество углерода будет равняться количеству СО2. Кстати, можно я позволю себе минутку, но это даже не реклама на самом деле. У нас, по-моему, месяц примерно назад, в начале апреля, был спецкурс бесплатный. Он, кстати, тоже проходил совместно с ВКонтакте. Был спецкурс по 35-й задаче. Мы там разбирали, как считать, мы там разбирали, как структуру устанавливать. Там было очень много материалов к этому курсу. Он находится прямо здесь же, в этой же группе, в видеозаписях. Посмотрите. Может быть, это не скромно прозвучит, но я вам советую его посмотреть. Он классный. Я его очень старалась делать и прям вложила в него максимально душу, время и вообще постаралась максимум пользы выжить за эти три занятия, поэтому советую. И ищу массу углерода. Зачем? Потому что, скорее всего, нам придется что-то там считать. Ну, если сразу не посчитали, это на самом деле не страшно, потом все равно вы это сделаете. 10,8 грамма. А еще мне дано что-то про аш-хлор. Мне дан тоже его объем при нормальных условиях. Он, кстати, такой же. То есть, это те же самые 0,9 моль. Следовательно, количество хлора, чему у меня равно? Оно равно количеству аш-хлор. И это те же самые 0,9 моль. Ну и давайте сразу тоже посчитаем массу хлора. Вдруг она нам пригодится. Для этого 0,9 нужно умножить на 35,5 грамм на моль. Это молярная масса хлора. Напоминаю, да, что это единственная дробная масса, которая у нас в экзамене встречается. У меня получилось 31,95 грамм. И вот здесь, ну, маленький интересненький момент. Такой нежданный, простите, спойлеры. Нежданный интересный момент, потому что, обратите внимание, нам ничего не сказано про воду. Обычно нам еще дают массу или объем паров воды. Здесь нету, нету. А водород по-любому должен быть. Как мы его посчитаем, непонятно. А как мы его посчитаем, мы посчитаем его через массу. То есть мы делаем такое смелое предположение, которое не основано ни на чем, кроме того, что у нас просто данных не хватает, что кислорода в составе соединения нет. Потому что, если там есть еще и кислород, то вообще непонятно, как мы его должны посчитать. Ну, правда. Вот. Мы можем сейчас посчитать только массу водорода. И кислород, ну, как бы, ну, допустим, его нет. Если вдруг он есть, тогда задача уже решить просто, ну, просто так не получится. Мы всегда предполагаем, самый простой вариант, так даже в Олимпиадах делают, всегда предполагаем сначала самое простое. Мы из массы нашего соединения, то сделаем так же, как мы делаем обычно с кислородом. Мы из массы соединения вычитаем массу атомов углерода, мы вычитаем массу атомов хлора, и у нас получается 9 десятых грамма. Следовательно, что получается количество водорода будет равно 0,9 моль. Вот. Нет, тут не алкен, тут интересней. И тогда получается, что у меня вещество это C, X, H, Y, хлор, Z. И X относится к Y и относится к Z так же, как количество углерода относится к количеству водорода и относится к количеству хлора. И посмотрите, какая прикольная штука. Тут у меня все один к одному. 0,9, 0,9, и даже не циклолкан. И 0,9. Получается 1, 1, 1. И мы понимаем, что это, конечно, не является, ну, тут типа нет соединения C, H, хлор. И даже нету... А нет, C, H, 2, хлор, 2 есть. Ну, короче, тут мы немножечко так ставим на паузу, потому что без чтения дальнейшего задания мы просто не справимся. 1, 1, 1. Прекрасно. Читаем. Вещество А, то есть то, которое мы нашли, образуется при взаимодействии вещества В с хлором под действием ультрафиолетового освещения. То есть у нас вещество В реагирует с хлором в присутствии ультрафиолетового излучения, и мы получаем какой-то CH-хлор N. Что же это такое может быть? Известно, что в молекуле вещества В, то есть вот этого, только СП2 гибридные атомы углерода, а в молекуле вещества В только СП3 гибридные атомы углерода. То есть, посмотрите, тут мы начинаем просто думать, как бы, чего мы знаем такого. А вообще, кто может реагировать с хлором при освещении? Это не так много вариантов. Это как бы алканы, то есть это какой-то СП3 гибридный фрагмент. Но это точно не подходит, потому что это противоречит условию, что в В только СП2 гибридные атомы углерода. Либо это бензол. Все. То есть это либо по СП3 гибридному атому углерода, либо бензол. Других вариантов просто быть не может. Соответственно, речь, конечно, идет про бензол. Соответственно, формула А это С6, H6, хлор 6. Обязательно формулу вы должны прописать. И вот здесь я аккуратненько нарисую структурку, как это будет выглядеть. Это вот такое солнышко, когда его так называют в простонародье. Гексохлоран или просто хлоран. Часто можно встретить. Вот такая вот штукенция. И, соответственно, я пытаюсь вместить хоть куда-то. Давайте я вот здесь аккуратненько напишу. Напоминаю вам, что хлор вступает в реакцию... Вы слушайте внимательно словосочетание. Радикального присоединения. Это радикальный механизм. Это реакция присоединения. Соответственно, П-система разрушается. И образуется вот такая вот замечательная штукенция. То есть здесь уже никаких связей нет. Никакой непредельности, ненасыщенности нет. Вот такая вот штукенция. Вот такая вот штучка. То есть 35-я реально... Ой, кстати, у меня здесь 34-я. А, ой, я не там нарисовала. Ну, вы поняли. Да, нужно было вытесерисовать. Я думаю, что-то что-то не так. Поэтому 35-й, на мой взгляд, довольно легкая. Как будто, знаете, так прям вот... Ну ладно, ну не расстраивайтесь ли вы после... Ну, 34-я была сложная. Ну ладно, зато 35-я. Смотрите, какая классная. Если вы позволите, во-первых, пару выводов. И потом хочу... Вот можно я пока сделаю вот так вот. Такая минутка рекламы. А пока прокомментирую. Смотрите, вариант... Ну, откровенно, вариант очень легкий. Подобная история была, кстати, в прошлом году, когда выложили до срока. Он тоже был легкий. А потом все-таки, ну, как бы на экзамене был... Все-таки... Ну, не совсем такой вариант. На самом деле, огромное спасибо составителям за то, что они это сделали. Потому что это хотя бы, знаете, хотя бы какая-то информация. Это хотя бы какие-то задания официальные от разработчиков, от составителей, которые точно есть на сайте FIPI. Это замечательно, серьезно, очень классно. Огромное спасибо за 34-ю задачу. Сейчас просто вонгу, что полетит... Знаете, пойдет волна, где разные преподаватели будут придумывать вот что-то похожее, аналогичное. Так что готовьтесь. Я думаю, сейчас полетит куча вебинаров, вариантов. Потому что все будут пытаться придумать что-то вот похожее. Круто, если это действительно такая подсказка и намек на то, что будет в экзамене. Но, честно, я бы, наверное, так сказала. Я бы посоветовала вам решить этот вариант, если вы этого еще не сделали. Если вы решите его хорошо, то есть, там, типа, примерно на 100 баллов, то здорово. Но я бы советовала все-таки сильно, знаете так, не радоваться в том плане, что все равно рассчитывать на что-то чуть более сложное. Но если у вас возникают очень большие трудности при решении этого варианта, то это прям сигнал, что, наверное, стоит задуматься и начать заниматься хотя бы, да, там, в оставшийся месяц, чуть более внимательно уделить внимание каким-то пробелам. Потому что все-таки вариант из разряда, скорее, простых, нежели сложных. И хорошо, если вы его сейчас решаете без проблем. Если у вас возникают сложности при решении каких-то заданий этого варианта, то нужно срочно что-то делать. Нужно срочно, я не знаю, там, учить теорию, практиковаться, как хотите. Тоже минутки рекламы еще. У нас как раз 3-го числа, кстати, стартует марафон пробников. Там будем 7 пробников разбирать как раз перед рефрешем. Поэтому, если хочется еще порешать, мы постараемся придумать все-таки чуть-чуть посложнее, чем придумали составители. Хотя, ну, как бы, они составители, а мы не составители ЕГЭ. Поэтому, наверное, все-таки их информация как-то чуть более актуальна, весома и значима, наверное, да, должна быть. Но мы все-таки постараемся придумать что-то посложнее. Поэтому записывайтесь, приходите. Тоже в группе можно получить информацию. И тоже еще буквально пару слов скажу про рефреш. Рефреш, если кто не знает, это наш курс, который стартует за пару недель до экзамена. И это курс повторения. То есть, если вы приходите на рефреш с намерением выучить всю химию с нуля за две недели, ну, если у вас получится, это будет прям, я не знаю, я вам похлопаю, потому что, ну, я не видела такого еще никогда на своем веку, скажем так. Это скорее повторение. Да, какие-то темы, естественно, можно подучить, закрыть. Но все-таки в основе своей это, конечно, повторение. Стартуем мы 19 мая, если что, экзамен по химии 31 числа, если вдруг вы не знали. Соответственно, длится он, получается, чуть меньше двух недель. И там будет 7 занятий больших длинных, по 5-6 часов, на которых, собственно, теорию будем повторять. По цене там есть три тарифа, в зависимости от того, что вы хотите только теорию, теорию, практику или какой-то индивидуальный подход. И вы можете как раз у нас вот в группе, в закрепленном сообщении, там прям вся информация есть. И если какие-то у вас вопросы по нему есть, не стесняйтесь, пишите в сообщение группы, возможно, в комментарии. Обязательно вам там все расскажут, покажут и запишут, если у вас будет такое желание. Вот. И, естественно, у нас будет там куча всяких материалов. Мы вот сейчас активно скрипты готовим. Даже шпаргалки хотим сделать, но про шпаргалки никогда никому не рассказываем. Потому что их вроде бы нельзя приносить на экзамен. Вроде бы была такая информация. Но мы же не говорим приносить их на экзамен. Мы их сделаем, а там как бы вы разберетесь сами. Вот. Что касается, если купить март, ванушет. Смотрите, ребят, по поводу вот комбинации различных курсов. Напишите обязательно к нам в группу. Что касается наших студентов, они все уже знают, что им как оплачивать. Если вы просто только, не знаю, первый раз к нам пришли и хотите записаться, то, к сожалению, просто так в мае присоединиться нельзя. Только если отдельный номер фон пробников, отдельный на рефреш, но мы вас в любом случае будем ждать. Поэтому вот записывайтесь, приходите. Сейчас как раз самая пора решать, оттачивать. Мы будем пытаться активно вам в этом помогать. Что касается, ванушет, тогда у наставника своего спроси, он обязательно тебе расскажет, подскажет, что и как. Вот. Вам огромное спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы так вот неожиданно сорвались вечером, я не знаю, да, оторвались от своих дел каких-то запланированных уже 10 часов по Москве, что вы до сих пор не спите, вместе со мной решаете. Это очень круто, вы большие молодцы. Обязательно потренируйтесь, сверяйте ответы. Как я уже говорила, пишите свои решения, варианты, комментарии по поводу вообще того, что мы здесь обсуждали. Это прям будет очень круто. Мы всегда рады, да, какой-то любой обратной связи. Подождем ответы от FIPI, вдруг что-то оказывается, что мы не так нарешали, не так сделали. Будем очень-очень ждать. Надеюсь, они все-таки две недели не будут нас томить в ожидании, выложат немножечко пораньше. Очень интересно посмотреть, какой они вариант решения. Мне, кстати, предлагают в 34-й, может быть, что-то более хитрое. Так что вот, да, вам огромное спасибо. Я желаю даже не хорошего вечера, а желаю вам спокойной ночи. Если вы смотрите в записи, для вас предложение оставлять комментарии, решения и прочего. Оно актуально, на какой бы площадке вы это ни делали. Спасибо вам огромное. Доброй вам ночи. Приходите на еще открытые занятия, подписывайтесь в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме, короче, везде, где только можно. Буду вас рада видеть на любых площадках, в любых форматах и на любых каналах. Огромное вам спасибо. Все, пока-пока-пока и сладких вам снов. Субтитры сделал DimaTorzok